Описание конструктивных элементов астроинженерной транспортной системы SpaceWay и особенности проектирования жилого космического кластера «Экокосмодом». Статья Анатолия Юницкого исполняет Михаил Кириченко. SpaceWay – комплексная программа безракетной индустриализации космоса. Ее главная цель – перемещение экологически вредной индустрии с Земли на околоземную орбиту ради сохранения и восстановления экологии голубой планеты. Реализация программы SpaceWay включает в себя три основные составляющие. Экваториальный линейный город – общепланетарное транспортное средство Space Industry. Экваториальный линейный город – разветвленная сеть жилых и производственных кластеров, объединенных транспортными и энергетическими коммуникациями, необходимыми для распределения доставляемых на орбиту и обратно грузов. Город располагается параллельно взлетно-посадочной эстакаде общепланетарного транспортного средства, которая должна проходить в плоскости экватора по суше и по морским участкам. Перевозка пассажиров и доставка грузов внутри этой сети обеспечивается при помощи высокоскоростного наземного транспорта SkyWay, а также гиперскоростного транспорта HyperU, в котором подвижной состав перемещается в фор-вакуумной трубе, что позволяет устранить сопротивление воздуха и развивать скорость до 1250 км в час. Общепланетарное транспортное средство – самонесущий летательный аппарат многоразового использования, курсирующий по маршруту Земля-орбита. Конструкция поясывает Землю в плоскости экватора и осуществляет взлет с эстакадой, выступающей также в качестве посадочной платформы. Система приводится в движение за счет центробежной силы, возникающей в результате разгона маховиков линейного электродвигателя, находящегося в ее середине. Грузы и пассажиры размещаются в специальных модулях, крепящихся к корпусу общепланетарного транспортного средства, и распределяются по его длине при помощи высокоскоростного транспорта SkyWay и HyperU. За каждый рейс общепланетарное транспортное средство способно перевозить 10 миллионов тонн грузов и 10 миллионов пассажиров для строительства и обслуживания космической индустрии. Несмотря на впечатляющие масштабы конструкции общепланетарного транспортного средства, цена пассажирского билета на орбиту Земли составит около 100 долларов. При этом уровень комфорта во время путешествия в космос будет выше, чем при передвижении по Земле. Низкий уровень цен достигается не только за счет низких эксплуатационных расходов общепланетарного транспортного средства, но и вследствие единовременной перевозки огромного числа пассажиров и большого количества грузов. Корпус общепланетарного транспортного средства представляет собой сплошную вакуумированную трубу. Внутри нее размещается вытянутый в непрерывную линию электрический двигатель и ленточные маховики. Все эти отдельные элементы заранее помещаются внутрь корпуса, соединяются между собой, а после этого из трубы откачивается воздух и создается вакуум. Для подъема общепланетарного транспортного средства в космос необходимо разогнать находящиеся в корпусе линейного электродвигателя ленточные маховики до скорости, превышающие первую космическую. Как только включены электромагниты, ленты маховиков начинают левитировать между ними в вакууме, не испытывая сопротивления среды. Благодаря подключению к внешним источникам питания, ленты маховиков приходят в движение, вращаясь вокруг оси, проходящей через центр массы Земли. По мере набора скорости маховики накапливают необходимое количество кинетической энергии, что позволяет поднять общепланетарное транспортное средство в воздух и выйти в космос. После того, как лента маховика достигла расчетной скорости, она становится невесомой. При дальнейшем увеличении скорости маховика, действующая по вертикали от центра Земли центробежная сила превышает вес маховика, обеспечивая избыточную подъемную силу. В результате корпус общепланетарного транспортного средства со всем грузом и пассажирами начинает свой подъем к заданной орбите. Благодаря тому, что за счет вращения ротора возникает центробежная сила, превышающая силу земного тяготения, корпус общепланетарного транспортного средства отрывается от стартовой эстакады. Во время движения от поверхности Земли в космос корпус общепланетарного транспортного средства начинает равномерно расширяться. Для того, чтобы обеспечить постоянное равновесие корпуса, общепланетарное транспортное средство в случае необходимости снабжается специальной балластной системой. В качестве балласта используют экологически безвредные вещества, такие как, например, вода и кислород. В случае, если их распылить в верхних слоях атмосферы, они будут способствовать восстановлению озонового слоя Земли и позволят экологически безопасно управлять погодой и климатом на планете. Space Industry представляет собой сеть промышленных и жилых объектов, расположенных в плоскости экватора на низких круговых орбитах. Здесь находятся космические заводы, фабрики, электростанции, а также жилые космические поселения, эко-космодома, в которых будет жить и работать обслуживающий космическую индустрию персонал. После того, как будет достигнута заданная орбита, общепланетарное транспортное средство по всей своей длине осуществит выгрузку грузов и пассажиров в опоясывающий всю планету комплекс. Элементы космического индустриального ожерелья соединены между собой транспортными, энергетическими и информационными коммуникациями с планетой Земля посредством геокосмического летательного аппарата «Общепланетарное транспортное средство». Конструктивная часть жилых объектов представляет собой сферу, цилиндр или тор, как наиболее оптимальные варианты. Все они вращаются вокруг своей оси, создавая искусственную гравитацию. Внутри несущие оболочки жилого кластера, выполненные из высокопрочных материалов, находится слой почвы, обустроены жилые помещения, имеется полноценная земная атмосфера. Снаружи и изнутри конструкция оборудована противометеоритной и противорадиационной защитой. Экокосмодом – космическое сооружение с автономной биосферой. Каждый экокосмодом обладает искусственной гравитацией и регулируемыми параметрами среды обитания. Биосфера экокосмодома может обеспечить автономное проживание до 10 тысяч человек. Пассажирские грузовые модули общепланетарного транспортного средства могут быть использованы не только для транспортировки, но и как полноценное жилище. Из таких жилых модулей возможна компоновка отдельной зоны экокосмодома. Вместе они будут представлять собой некое подобие пригородных районов малоэтажной застройки, где у каждой семьи есть свое собственное пространство. Современный уровень развития науки и техники позволяет реализовать программу Spaceway в обозримые сроки. Это потребует значительных инвестиций, а также усилий со стороны исследователей и изобретателей. Однако затраченные ресурсы будут с лихвой восполнены, так как программа открывает для человечества доступ к безграничным энергетическим, пространственным и сырьевым ресурсам космоса. Кроме того, Spaceway позволит постепенно избавиться от вредных промышленных предприятий на Земле, за счет чего будет восстановлена экология планеты и обеспечены условия для комфортной и безопасной жизни людей в гармонии с природой.